Депрессия И если происходит что-то плохое, то происходит то, что мы называем стрессом. И на одну чашу весов подгружается стресс. И когда происходит стресс, нам очень хочется уравновесить это внутреннее состояние. И поэтому зачастую мы пытаемся сделать что-то, что нас радует, что нас веселит и приносит нам ощущение победы, ощущение радости. И мы пытаемся уравновесить. Но когда душа понимает, что проблема не решена, что в какой-то ситуации мы не решили проблему свою, то подгружает еще стресс. И нам нужно еще сверху на другую чашу весов поставить что-то, что нас радует. Отсюда, кстати, бывают, происходят зависимости, когда человек пытается уравновешивать свой стресс каким-то временным удовольствием. Но в какой-то момент вот эти весы, эта вещь хрупкая, они ломаются. И наступает то, что называется депрессия. Когда отключаются все центры удовольствия, душевные, телесные, и человек приходит в режим, в котором его ничего не радует. Зачем это нужно? Депрессия – это штука очень хорошая, потому что она заставляет человека сосредоточиться на решении своей проблемы. То есть она сигнализирует, что что-то уже зашло в такой тупик, что вот проблему надо решать, иначе вот никак. Потому что до этого мы можем убежать от своей проблемы. Но вот депрессия, она заставляет нас остаться с этой проблемой наедине. И вот на депрессию можно по-разному реагировать. Вот неправильная депрессия приносит с собой печаль. И неправильная реакция на эту печаль – это уныние. То есть вообще, что такое печаль? Печаль – это состояние, когда нам тяжело, мы это сознаем, но вот ничего решать и делать особо не хочется. Об этом, о печали, говорится в книге «При мудрости Иисуса, сына Сирахова». Кстати, книга, в которой очень много практических советов. Итак, в 30 главе, в последних стихах. «Не предавайся печали душою твоею и не мучь себя мнительностью. Веселье сердца, жизнь человека и радость мужу долгоденствия. Люби душу твою и утешай сердце твое и удаляй от тебя печаль. Ибо печаль многих убила, а пользы в ней нет». «Люби душу твою». Здесь душа может пониматься как жизнь и как душа человеческая. То есть люби свою жизнь, люби свою душу. О чём это? В чём проявляется правильная любовь к себе, правильная любовь к своей душе и к своей жизни? Правильная любовь заключается в том, чтобы, если у меня есть проблема, я от неё не убегал, а разрешил её. Да, это тяжело, да, это трудно, да, это неприятно. Но это даёт человеку возможность преодолеть какое-то препятствие, даёт ему возможность почувствовать себя победителем в этой ситуации. И позволяет человеку не унывать, не печалиться. То есть любовь к себе – это удаляться от печали. Это решать свою проблему, а не бежать от неё. И то же самое в книге притчей мы читаем в 25 главе «Печаль вредит сердцу человека». То есть вот эта печаль, если мы ей предаёмся, она начинает вредить. Именно поэтому сама депрессия не считается каким-то грехом. А вот печаль и уныние – это грех. Почему грех? Потому что это вредит мне. Это наносит мне рану. Депрессия заставляет меня решать свою проблему, а когда я не хочу её решать, то я наношу себе травму душевную. Вот это уже грех. И если мы обратимся к посланию к евреям, там есть такие интересные слова. В 12 главе, в 11 стихе. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». То есть наказание, здесь надо понимать, что слово «наказание» и в греческом, и в славянском, и в русском имеет два значения. Наказание как научение и наказание как такое наказание в нашем общем представлении, что-то неприятное. Так вот, всякое научение, наказание как наставление Божье, оно поначалу может казаться печалью, говорит апостол. То есть, когда происходят какие-то ситуации, когда Бог ставит нас перед необходимостью решить свою проблему, нам поначалу может это казаться очень неприятным. Но, смотрите, после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Человек, если преодолеет эту проблему, то он получает мир, он получает опыт праведной жизни, он получает радость. Поэтому очень важно в состоянии, когда мы оказались перед неким наставлением Божьим, когда у нас депрессия, когда надо решить проблему, не убегать от неё, а её решать, потому что найти её сначала, смириться с ней и решать, потому что это очень важный момент. Вообще, в решении любой проблемы есть как бы две составляющие. Первое – осознать свою проблему и принять её, а второе – начать с ней что-то делать. Вот как только мы приняли проблему, уже становится намного легче, а можно вообще выйти из депрессии в этот момент, если у нас есть решимость что-то делать. При этом, если мы посмотрим Священное Писание, мы увидим, что состояние стресса было у разных людей, и у праведного Иова, и у пророка Давида, и даже у самого Христа. Что они делают в этом состоянии? Вот, например, в Псалтире мы очень часто видим, как пророк Давид приходит к Богу и начинает ему рассказывать всё, что у него на сердце, и ругаться на других людей даже, и что-то требовать, но при этом он это делает не с целью, чтобы Бог обязательно кого-то покарал или убил, а он раскрывает своё сердце перед Богом. Он как бы говорит, у меня есть проблема, вот она, Господи, вот у меня в сердце творится вот это. Это очень важно, потому что одно дело мы просто приняли свою проблему, а другое дело мы ещё и Богу об этом рассказали, потому что когда мы рассказываем этому Богу, мы Бога приглашаем в эту проблему. Именно поэтому Священное Писание говорит, в Евангелии от Луки мы читаем, «Должно всегда молиться и не унывать». То есть, когда возникла депрессия, нужно осознать свою проблему, обратиться к Богу и в молитве, не пытаться молитвой забить свою проблему, как это некоторые делают, а именно молитву использовать как средство общения с Творцом, чтобы рассказать Ему о своей проблеме и пригласить Его к решению этой ситуации, потому что Бог может решать наши проблемы намного лучше, чем мы. Или в Псалтире, вот как раз о которой мы вспоминали, «Что унываешь, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду ещё славить Его Спасителя моего и Бога моего». То есть, душа не унывает, когда она имеет твёрдое основание в Боге, что Господь мои проблемы может помочь мне решить. Так вот, что ещё очень важно. Когда наступает депрессия, нужно не сходиться в уныние, то есть в неделание, в состоянии, когда я не хочу ничего делать. В Послании к Галатам мы читаем, «Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не ослабеем». То есть, если у нас есть решимость, если у нас есть постоянство, если мы готовы решить проблему, перед которой нас поставило наше душевное состояние, то мы пожнём плоды, если не ослабеем. Вот это очень важно помнить. Ну и что ещё хочется сказать? Во Втором Послании к Олимпинам, в седьмой главе, мы читаем такие очень важные слова в десятом стихе. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». То есть, вот эта печаль, которая у нас рождается внутри нас вследствие депрессии, она может быть использована человеком как раз для того, чтобы решать проблему. Что такое покаяние? Покаяние – это когда я осознаю, что у меня есть проблемы, прихожу к Богу, чтобы Он помог мне её решить, чтобы Он помог мне её исцелить. Так вот, выход из депрессии – это правильное покаяние, то есть желание решать свою проблему вместе с Богом. И очень важно, что в покаянии Господь сразу меня может исцелить от последствий моего греха, и дальше плодом покаяния должно быть соработничество с Богом, чтобы с этой проблемой что-то сделать. А печаль может быть использована и неправильно. Когда печаль не обращена к решению своей проблемы вместе с Богом, то печаль мирская, как говорит апостол, производит смерть. То есть, она выкачивает, по крайней мере, силы, выкачивает способность к жизни. Ну, в общем, если подвести общий итог. Депрессия – это когда у нас отключаются удовольствия ради того, чтобы мы такие решили свою проблему. Этот механизм заложен в нас Богом. Поэтому очень важно к нему правильно относиться. После депрессии, конечно, становится печально, но вот эту печаль надо направить в правильное русло. Как только мы ощутили эту печаль, очень важно осознать, что да, у меня есть проблема. Желательно её понять. Но даже если я не понимаю, просто прийти к Богу с этой проблемой и рассказать ему об этом, и пригласить его к решению этой проблемы, и молиться. И молиться не в смысле забить свою проблему текстом молитвы, а именно общаться с Богом и просить его помочь в решении. И ни в коем случае не переставать что-то делать, потому что уныние – это неправильная реакция на депрессию, когда мы не хотим что-то делать с собой. Если мы будем продолжать делать в своей жизни доброе, если мы будем иметь решимость двигаться вперёд, преодолевая проблемы, то каждый раз с преодолением каждой проблемы, особенно когда мы живём в соработничестве с Богом, мы будем ощущать радость, мы будем ощущать желание и стремление жить дальше. И в следующий раз, когда у нас начнутся тяжёлые испытания, мы, скорее всего, уже не будем доводить себя до депрессии, решая проблему раньше, чем когда нас поставят перед неизбежной необходимостью. Но даже если депрессия произойдёт, мы же будем знать, что депрессия – это не приговор, это не повод унывать, и есть возможность из этого состояния выйти. Стоит оговориться, что в запущенных случаях, когда депрессия тяжёлая, человеку необходима и помощь специалиста, и бывает по назначению врача медицинские средства, но очень важно помнить, что антидепрессанты, например, это вещь, которая помогает временно. И если у человека здоровый организм, который вырабатывает нужные гормоны, то после курса приёма антидепрессантов всё равно нужно начать решать свою проблему, иначе депрессия не закончится, сколько бы таблетки мы не пили. Мы попытались ответить на этот сложный вопрос в сжатом формате. Надеюсь, кому-то это поможет правильно работать со своей депрессией.